Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزن علمنا يا رب العالمين Сегодня, иншаллах, мы продолжим нашу тему эфира, которая была у нас до этого последняя тема, последний эфир, который у нас была и это вопрос хукма просить помощь у кяфиров против других кяфиров и мы подробно, можно сказать, разъяснили мнение ученых об этом что там является более достоверным и также мнение тех ученых, которые дозволили и то, что они дозволили, то есть те ученые, которые дозволили брать помощь у одних кяфиров против других это было мнение по мазобу имама Шафияи, а также Абу Ханифа и это не просто, они не просто так дозволили брать помощь у кяфиров или же просить помощь у кяфиров однако обусловили это все конкретными условиями жесткими условиями, которых было где-то шесть условий и первое условие, которое они поставили, это было то, что хукм ислама, он должен был быть преобладающим над хукмом кяфиров, то есть чтобы кяфиры были в подчинении у мусульман второе, это было, чтобы у кяфиров не было своего личного флага то есть чтобы они не были под своим флагом однако они должны быть под флагом мусульман третье, это было то, что у мусульман должна была быть сильная нужда в этом то есть очень сильная нужда, чтобы просить помощь у кяфиров четвертое же было это, чтобы мусульмане знали, что у этих кяфиров у которых они будут просить помощь, чтобы у этих кафиров было хорошее мнение об мусульманах. То есть, чтобы они знали, что они хотят действительно помочь мусульманам против других кафиров. Пятое же было, чтобы мусульмане были в безопасности от их предательства. И также шестое условие, которое было, это чтобы у мусульман была сила в случае, если они захотят, в случае, если эти кафиры захотят сделать какую-нибудь, то есть, обмануть мусульман или же сделать мусульманам хьяну, чтобы они смогли как бы обезопасить себя. То есть, у мусульман должна была быть сила против ихнего, например, заговора или же ихнего предательства. То есть, вот эти шесть условий было у ученых, у тех ученых, которые сказали о дозволенности просить помощь у одних кафиров против других. И мы также говорили, что эти условия, они практически, на сегодня эти условия практически, они даже невозможны, чтобы такие условия соблюдались, или чтобы они были в наличии, когда если мусульмане захотят просить помощь у кафиров. И более того, мы также приводили и слов ученых, тех ученых, которые сказали о недозволенности брать помощь у кафиров ни в каких случаях. И то, что вот эти условия, которые поставили ученые, есть другие слова, то есть, другие доказательства, которые опровергают даже вот эти условия. То есть, брать помощь у кафиров даже с этими условиями. И также мы сказали, что ученые даже, то есть, более достоверные, можно сказать, именно в каком случае можно брать помощь, если сказать, то это, чтобы мы, например, сделали как бы договор с кафирами, с которым мы соседствуем. Если рядом с твоей страной есть другая страна кафиров, то есть, в данном случае, некоторые ученые сказали, что можно договориться с ними, что если другой кафир нападет на нас с их стороны, то они будут противодействовать им, что они не запустят кафиров. Это из того, что дозволено исламом. Однако, из истории, из даже силы пророка, алей-салям, мы знаем, что даже в данном случае от кафиров было только предательство. Так же, как это было с племенем Бану-Урайза, когда пророк, алей-салям, сделал с ними договор во время сражения Ахзаб, во время сражения Урла. То есть, пророк, алей-салям, сделал договор с этими Бану-Урайза, с иудеями племени Бану-Урайза, что они не запустят мушриков с их стороны в Медину. Но они, однако, они, когда другие иудеи пошли к ним и договорились с ним, в итоге они разрушили вот этот договор с пророком, алей-салям, и этим они как бы предали пророка, алей-салям, И, конечно же, как мы знаем, после этого пророк, алей-салям, сделал им хукам, в котором было решено, что все мужское население племени Бану-Урайза, что все мужчины, достигшие половой зрелости, они будут убиты, а их имущество, и женщины, и дети будут в качестве, то есть взяты в качестве, как это, сабая, да, в плен. И это было, это то, что касалось именно брать помощь, или же просить помощь у кафиров. И те, которые не дозволили, также те, которые не дозволили просить помощь у кафиров, это было мнение из мазаба имама Ахмада и имама Малика. И также у нас оставался вопрос, просьба помощи у вероотступников, у муртадов. И что касается вероотступников в муртадов, то муртады, они хуже, чем кафиры, то есть в исламе они считаются хуже, чем кафиров. И как сказал Ибн Ахазм, вероотступник из неверных, и в этом нет сомнений у мусульман, то есть вероотступник, он является из неверующих, он является кафиром. И поэтому все прошедшие у нас доказательства из Урана и Сунны, которые мы разъяснили, да, в разъяснении запрета просить помощь у кафиров, то есть у кафиров в своей основе, включает в себя также запрет на просьбу о помощи у кафиров вероотступников. То есть это одинаково. И важная разница, и это то, что запрет просить помощь у кафиров, муртадов, не является вопросом разногласия из-за единогласного мнения ученых на недозволенность оставлять муртада на его вероотступничестве. То есть если по отношению к кафирам в своей основе, таким кафирам, как иудеи и христиане, да, если в этом вопросе, в вопросе можно ли попросить у них помощи против других кафиров, если есть разногласия, то в данном случае просить помощь у муртадов, о недозволенности просить помощь у муртадов, нету даже разногласия среди ученых. Почему? Потому что муртад, он сам по себе, его хукам это то, что он или принимает ислам, делает таубу и принимает ислам, или же ему выносится хукам, ридда, хукам, то, что он вероотступник, и наказывается именно убийством. И в этом у ученых нету разногласий. Также Ибн Руш, да помилот его, Аллах, Субхану Ва Та'Аля, сказал, что в единогласном мнении ученых джизия, джизия это налог, который взимается с кафиров. Джизия берется, то есть это с кафиров, которые согласятся жить на землях мусульман или жить под мусульманами, когда мусульмане захватывают их страну, кафирскую страну, и то есть если они, например, не хотят прийти в ислам, им предлагается второе условие, это чтобы они выплачивали джизию. джизия это то, что они выплачивают налог мусульманам. И Ибн Руш говорит, что у ученых единогласное мнение, что джизия берется у людей в писании огнепоклонников и огнепоклонников. То есть именно почему здесь также упоминаются огнепоклонники, потому что по ихнему поводу пришел конкретный текст от пророка, алейхи саляту вассалям. И также он говорит, что и не берется у муртадов. Ибн Руш говорит, что джизия не берется у муртадов. Что касается муртадов, то они не на религии, на которую можно было бы их оставить, как сказал посланник Аллаха саляту вассалям, Тому, кто изименил свою религию, тому, кто оставил свою религию, отрубите голову. И также этот хадис является достоверным хадисом. Также имам Аль-Мавруди приводит, который был намазом имама Шафия, он говорит, что не дозволяется оставлять муртадов на его вероотступничестве, ни с выплатой джизии, ни с мирным договором, и нельзя выдавать за него замуж женщину. То есть, никакие отношения нельзя строить с муртадом. И также от Ибн Кудама Аль-Ханбали, тоже рахима Аллах, приводится, что он сказал, что не дозволяется порабощение муртада, потому что нельзя его оставлять на его вероотступничестве. То есть, это положение вероотступника, положение муртада. Поэтому, если, как мы сказали, даже если в случае кафиров Аль-Аслиин кафиров в своей основе есть разногласие, что можно ли просить у них помощь против других кафиров или нет, то по отношению к муртадам у ученых даже нет разногласия в этом вопросе. То есть, единогласное мнение ученых, что нельзя ни в коем случае просить помощь у муртадов, у вероотступников, так как их хукан – это или ислам, или же наказание в качестве убийства. И это то, что касается муртадов вероотступников. Что касается других заблудчих групп, заблудчих группы, такие как Аль-Хавариджи и Рафидиды, то эти группы, как сказали ученые, были и не перестали быть из самых больших причин слабости этой умы и ее отдаленности от религии. То есть, будучи главной причиной в многих исключениях, которые продолжаются в исламской уме своим огнем. И поэтому их опасность не меньше опасности явных врагов умы. Именно заблудчие группы. И шейху Алиса в имя Таймия, да помиловать его Аллах, сказал, единогласное мнение ученых в том, что большинство мечей, обнаженных на людей, из тех, кто причисляет себя к ней. То есть, из тех, кто причисляет себя к исламу. И больший вред, который настиг мусульман, из тех, кто причисляет себя к людям Иблы, поистине это от групп, которые причисляют себя к ним, то есть к мусульманам. То есть, здесь имеется в виду такие группы, как Хавариджи, такие группы, как Рафидиды и другие. И... Слава Си Вишни, Аллах Азваджал, Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще больше ненависть, говорит Аллах Азваджал, то есть упоминая положение кафиров по отношению к мусульманам. То есть из этого аята мы также понимаем, что даже если кафиры будут показывать какую-то симпатию к мусульманам, на самом деле в их сердцах кроется еще больше ненависть. И по поводу этого аята, в тавсире этого аята, имам Аль-Куртуби, да помилки, Аллах говорит, что запрет Аллаха Святого Великого верующего в этом аяте брать кафиров и иудеев и последователей своих страстей. То есть это забудшие группы в друзья. То есть Аллах Азваджал, то есть имам Аль-Куртуби делает в тавсире этому аяту и говорит, что Аллах Азваджал запрещает брать в качестве друзей, то есть в качестве друзей кафиров, также иудеев и также последователей своих страстей. Это являются забудчие группы, то есть Аль-Бидра, да. И даже что, он говорит, что нельзя даже с ними советоваться в мнениях, возлагая на них свои дела. То есть мусульманин не может даже кому-либо из забудчих сект как бы советоваться с ними в каких-либо мнениях или же полагать на них дела, особенно те дела, которые касаются умы. И также Аль-Куртуби говорит, что говорится, что тебе не стоит дружить с тем, кто противоречит твоему пути и религии. И это слова Имама Аль-Куртуби по отношению этих забудчих сект. И что касается самих вот этих забудчих сект, ученые ислама сказали о недозволенности просить помощь у последователей своим страстям из забудчих групп. И как передается от Ибн Муфлиха, Ибн Муфлиха Аль-Макдаси, который был из мазаба Имама Ахмада, он говорит, что недозволенность просить помощь у последователей своим страстям в чем-либо из дел мусульман, потому что в этом самый большой вред. То есть, Ибн Муфлиха приводит в своей книге, в своей книге он как бы часть или же главу, в которой он говорит, что не дозволяется просить помощь у последователей своим страстям в чем-либо из дел мусульман, потому что в этом самый большой вред. То есть, итоги этого бывают, что они из-за этого только больше вреда получают мусульмане. И также по этому поводу сказали имам Аль-Мардауи Аль-Ханбаль и также сам имам Ахмад Аль-Муханбаль. И что касается просить помощь от хавариджей, о недозволенности брать помощь у хавариджей, ученые приводят историю, история, которая произошла с Ахлю-Сунна на севере Африки во время государства обаидитов. Обаидиты – это была группа, которые отступили от религии, группа вероотступников была. Эта история произошла в 332 году по хиджере, когда ученые Ахлю-Сунна, то есть в то время также были ученые Ахлю-Сунна, в это время они пришли к мнению, что выйти против этого государства обаидитов, вероотступников под флагом хавариджей. То есть они решили, что им надо выйти против этих обаидитов, которые являлись вероотступниками, против государства обаидитов под флагом хавариджей. И Аль-Кад Айяд, рахимахуллах, он как бы упомянул о том, что в этом выходе против государства обаидитов под флагом хавариджей не отстал ни один ученый, кроме Абу-Масира. То есть Абу-Масира, единственное, это тот, который не вышел на сражение из-за того, что он был незрячим. То есть Аль-Кад Айяд хочет сказать этим, что в это время все ученые Ахлю-Сунна, все люди Ахлю-Сунна, которые были рядом с этими хавариджами, хавариджами, они как бы решили, что им надо выйти под их флагом против явных кафиров, то есть явных муртадов. Но после этого Ахлю-Сунна говорит, после этого ученые указывают, это как бы указывало, что именно они решили, то есть пришли к тому, что лучше им брать помощь. И это указывает на то, что ученые Ахлю-Сунна в это время, они согласились на дозволенность сражения под флагом хавариджей из-за острой необходимости отражения абайдитов вероступников. И что вред сражения под флагом этих хавариджей меньше вреда, оставления, сражения с теми вероступниками. Но кроме как дела не стоит на этой грани. И как ученые говорят, грязная хавариджская психология не желает ничего, кроме как выявиться. То есть именно в этот момент выявилась вот эта их хавариджическая логика. Когда Абу-Язид, Абу-Язид это был в то время предводителем хавариджей, он когда был уверен в победе, то есть когда Ахлю-Сунна став рядом с этими хавариджами, то есть предводителем которых был Абу-Язид, когда они уже вступали в бой против тех абайдитов, Абу-Язид, он что сделал? То есть из-за того, что над ним преобладала вот эта его хариджическая душа, он сказал своим Амирам, если встретятся, то есть если они встретятся с Абу-Язидами, отдалиться от Кайрау-Анитов. То есть Кайрау-Аниты это были Ахлю-Сунна, чтобы их разбил враг. Они так и сделали, и многие пали шахидами. То есть многие пали шахидами, и хавариджи, вот эти враги мусульман, а Абу-Язиды враги Аллаха и его посланника. То есть это приводит Кады-Айят. Кады-Айят говорит, что вот хавариджи, они враги мусульман, Абу-Язиды враги Аллаха и его посланника. То есть эта история показывает о том, что они поступили вероломно с Ахлю-Сунна. И поэтому ученые, когда говорят, что нельзя брать помощь у заблудчих сект, это из-за того, что верующие люди Ахлю-Сунна, они не находятся в безопасности от ихнего предательства. И также из более явно отклонившихся от истины, из заблудчих групп, у которых нельзя просить помощь, это рафидиты. Рафидиты более известны сегодня как шииты. Но, как говорят ученые, сегодня даже нет такой группы шииты. Почему? Потому что они уже перешли, как бы стали рафидитами. То есть рафидиты, шииты в основе своей, они были те, которые говорили, что первым халифом должен был быть Али. Однако в последующем они углубились еще в большее заблуждение. И в итоге они стали порицать, не то что порицать, даже проклинать Абу Бакра, Умара и Усмана, и также других сподвижников пророка, начали выносить токфир с подвижником пророка, были случаи, когда они их даже убивали. И сегодня они называются рафидитами. Но рафидиты, они сегодня, как ученые сказали, как вышло это именно Таймия, они являются вероотступниками. Более правильным мнением является, что они являются вероотступниками, про которых, насколько я помню, наш брат Абу Кудама говорил в предыдущем эфире. И шейх Руслан Абин Таймия, рахимахуллах, он написал большую главу о рафидитах. И из того, что он сказал, рахимахуллах, то, что мазхаб, то есть это вероучение рафидитов, хуже мазхаба хавариджи. То есть крайность хавариджи, это токфир Усмана, Алия и их приверженцев. То есть хавариджи, они токфирт Усмана, то есть некоторые из них, токфирт Усмана, Алия и их приверженцев. Рафидит токфирт Абу Бакра, Умара Усмана и большинства сподвижников, причастенников в исламе. То есть они отрицают из сумны посланника Аллаха, салли Аллаху алейху алейху, больше, чем хавариджи. У них также присутствует ложь, наговор, чрезмерность и ересь из того, что нет у хавариджей. То есть у рафидитов, у них есть, даже сегодня у них есть такое понятие, как тукья. Тукья – это когда они скрывают свою истину. Когда они скрывают свою истину. То есть, возможно, например, какой-нибудь рафидит, если тебя встретит, он будет скрывать, что он выносит токфир Абу Бакру, Умару, рада и Аллаху ангум, то есть будет пытаться доказать тебе, что он является мусульманином. То есть это из их вероубеждения. Это понимание тукья, скрывание своей истины – это из их вероубеждения. И также от этих рафидитов для ислама было больше вреда, чем от других, от каких-либо других заблудчих сект. И как сказал шейх Алислам Митаймия, что у этих рафидитов, у них присутствует помощь кафирам против мусульман, чего нет у хавариджи. То есть хавариджи в своей основе не помогают кафирам против мусульман. Однако рафидиты, они, как сказал шейх Алислам, они даже любили татаро-монголов. Они любили татаро-монголов, любили их государство, потому что именно рядом с ними они приобретали какое-то величие, по их мнению. То есть именно рафидиты были те, которые помогли татаро-монголам против мусульман на землях Хурасана, Ирака, Шама и других стран. То есть рафидиты, они однозначно, то есть если нельзя брать помощь у хавариджей, даже, как мы сказали, что нельзя брать помощь у муртадал, в чем даже нет разногласия у ученых, что нельзя у них просить помощи, у рафидитов тем более нельзя просить помощь против других кафиров. И это то, что является то, что является из того, что нам разъяснили ученые Аглесы Маваджама. И из-за того, что мы вот сейчас начали говорить про хавариджей, коротко постараемся объяснить, коротко постараемся рассказать об их об ихнем вероубеждении. То есть хавариджи, проще говоря, они известны хавариджами из-за того, что они вышли против группы мусульман, вышли против Аглесуна, вышли против праведного халифа, как Али, ради Аллаху Анну. То есть из-за этого их назвали хавариджами. Также их назвали хавариджами из-за того, что у них есть некоторые отличительные черты, по которым их можно узнать. основная, как шейх Абдул-Азиз Ат-Арифи в своей книге Аль-Хурасания приводит, основная причина, и это является более такой, даже сегодня в наше время, более таким правильным мнением, причина, по которым узнают хавариджей, это то, что они выносят такфир, не имея на это конкретного шариатского довода. То есть не имея в этом вопросе самого мукафира, то есть по поводу чего можно действительно вынести такфир. И также они дозволяют кровь мусульман. То есть именно этим они дозволяют кровь мусульман. И как сказал порог, алейхи салатусалям, ягтолюна ахляль ислами ваядауна ахляль ауфтан. Они будут убивать, людей ислама будут убивать мусульман и оставлять, и оставлять мушриков, оставлять тех, которые поклоняются идолам. Почему? Потому что они вынесли такфир мусульманам и они сражаются против мусульман. То есть если у них, когда у них появится сила, они обязательно проявят вот это свое свое вероубеждение, то, что они выносят такфир мусульманам, находя там разные причины. Даже некоторые из них выносят такфир из-за того, что когда человек совершает большой грех, и были даже такие группы, которые выносили такфир тем, которые постоянствовали в малых грехах. И из этого много чего можно рассказать об хавариджах, однако, в общем, их суть, она известна. То есть сегодня, даже сегодня, есть те люди, которых можно причислить, то есть которые относятся к хавариджам. И что касается ихнего хукма, конечно, ихний хукм, то есть более достоверное, на том, что большинство ученых, что они не являются кафирами. Хавариджи, то есть Аль-Хаттаби привел Иджма, что ученых, то есть есть Иджма, единогласное мнение, что они не являются кафирами. То есть хавариджи не являются кафирами, однако они являются заблудчей сектой, которые вредят мусульманам. И ученые, и как сказал корок Алейхи Салам, то есть если будет у мусульман своя, то есть страна мусульман, где правят по шариату, и в данном случае, если появится такая секта, то таких надо убивать. И как пришло от некоторых сахабов, они начали с ними сражаться тогда, когда они уже проявили себя, когда они уже проявляли себя и пытались как бы распространять свое заблуждение. И конечно же, по-любому, что надо упомянуть, также есть противоположная группа, забудшая группа хавариджам, это группа мурджиитов. Мурджииты это те, которые выводят, то есть там есть разные группы, надо знать, что мы должны понимать, что каждая группа, забудшая группа, у них даже внутри своей этой группы бывают разделения, бывают некоторые чрезмерствующие в своем вероубеждении, бывают некоторые, которые более такие мягкие в этом. Что касается, например, что касается мурджиитов, это те, которые сегодня известны тем, что они выводят поклонения, то есть выводят амал, выводят поклонения именно своим телом, как намаз, как хадж и другие поклонения, они считают, что это не входит в вопрос имана. То есть они говорят, что именно эти поклонения, они дополняют иман. Однако сказал единогласное мнение у сахабов было, что иман это чтобы ты верил Аллах в сердце, также чтобы у тебя чтобы ты высказал это своим языком, чтобы ты произнес слова шахады, и чтобы ты поклонялся должным образом. То есть после того, как ты уверовал Аллах чтобы твоя вера проявилась твоим телом, твоими органами. И имам Шафия сказал, что если одно из этих трех действий не будет соблюдаться в человеке, то это не является иманом. То есть это не считается иманом. Ему, этому человеку его иман не считается иманом. И что касается мурджиитов, мурджииты они разные. Есть те мурджииты, которые также считаются джахмитами. То есть сами джахмиты, у них тоже есть ирджа. Но их ирджа отличается от тех других мурджиитов, например, сегодняшних или же некоторых, как говорят ученые, мурджиат не являются из имана, однако они всего лишь дополняют или же усиливают иман. Джахмиты говорят, что иман, то есть человеку достаточно, чтобы он просто знал сердцем, что есть Аллах, аз. 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 то есть что есть Бог, что есть Бог, вот это они говорят, что достаточно. И таких было историй очень много, из них также был такой более известный во время шейха Ибн Аараби Ибн Аараби был из тех, кто говорил, что Фераун, то что даже Фераун является верующим, он говорил. Он также говорил, что Иблис является верующим, почему? Потому что он знал, что Аллах есть, и он называл, и он сказал, о мой Господь, почему ты меня вел в заблуждение, сказал Иблис. То есть эти, из-за этих аят Ибн Аараби говорил, что Иблис тоже является верующим. То есть это крайнее заблуждение, то есть это крайний Ирджа, который, то есть сами Джагмиты, как мы знаем, их, как сказал Шейх Ассам Тайми и другие ученые, они являются мушниками. Само слово Ирджа, Ирджа это означает, и на этом иншалу мы завершим, Ирджа это то есть когда человек затягивает поклонение, то есть когда человек что-либо затягивает, он не совершает их свое время, однако оставляет эти дела, то есть это считается Ирджа то есть Иман это когда ты веришь Аллах своим сердцем и произносишь это своим языком, то есть это является это по мнению этих Аль-Мурджиитов фукаха это является Иманом, то есть они этим выводят, как мы сказали, Амал, Амал выводят от Имана, и поэтому Аль-Ваки' один из наших ученых сказал Аль-Мурджияту мумтади'атун Валь-Джахмиту куфару То есть Мурджииты это они как бы считаются Ахлю Бида'а являются те, которые в которые в религии делают наущество Аль-Джахмиты они являются кафирами То есть об их заблуждениях можно говорить очень много, но в общем суть того, что мы хотели сказать во-первых после того, как мы разъяснили из слов ученых что нельзя брать помощь у кафиров то есть просить помощь у одних кафиров против других после этого мы привели слова ученых о том, что нельзя просить помощь у вероотступников так как ихний хукам он еще хуже чем у кафиров потому что хукам муртадда это или он ему или он делает покаяние и приходит ислам или же он убивает в качественном оказании и после этого что касается заблудчивых сект таких как хавариджи и и рафидиты то у них то есть брать помощь у них также ученые запретили что касается что касается мурджиитов некоторые ученые даже сказали что на самом деле мурджииты они даже хуже чем хавариджи они хуже чем хавариджи сказали многие ученые и почему потому что мурджииты они делают фитнес или же то есть сеют заблуждение уме мусульман то есть они делают фитнес среди мусульман то есть они открывают открывают дверь для заблуждения другим мусульманам почему потому что ты вот смотри сегодня любой человек который который на убеждение мурджиитов они практически например если человек сделал какой-нибудь куфр они не считают это куфром например если человек оставляет мусульманина то есть если человек не совершает намаз то есть в общем своей жизни никогда не сделал намаз или же полностью оставляет поклонение то есть они считают что это все равно оставляет человека в лоне ислама и что этот человек обязательно будет в раю и приводя в качестве доводов некоторые хадисы и аяты хотя есть множество аятов которые противоречат им и то есть ученые почему сказали что мурджииты являются хуже чем хавариджи потому что сами мурджииты они они делают фитнес человеку в его религии то есть вред от мурджиитов то что они делают вред мусульманин его религии то есть а хавариджи что делают хавариджи они вред от хавариджи это то что они именно убивают мусульман то есть дозволяют кровь мусульман то есть если сравнить именно с этой точки зрения ученые говорят что то есть как об этом приводит шейх Абдул-Азиз Аб-Тарифи в своей книге Аль-Хурасани то есть вред от мурджиитов из-за того что они вредят вере мусульманина это больше чем вред от хавариджи в любом случае верующий человек должен знать понимать что он должен следовать истине и должен требовать истину то есть не должен слушать кого-либо или же там просто просто взять любые слова которые он слышал или же если например он какого-то человека считает авторитетом думая что он никогда не может ошибиться и следовать за ним слепо то есть это является заблуждением верующий человек должен следовать истине должен следовать именно доказательствам то есть религию которую он соблюдает она должна быть она должна быть именно со стороны доказательств урана и сунны и сегодня так сегодня очень большая фитна которая в наше время также одна из таких фитн это фитна тех которые чрезмерствуют вынесение такфира чрезмерствуют вынесение такфира когда ты у них просишь чтобы они привели ясный довод о том что они говорят то есть чрезмерствуют такфир это имеется ввиду когда они выносят такфир без конкретного довода однако опираются лишь на те доказательства которые считаются как бы общими и когда именно такие люди то есть они из числа хавариджей почему потому что они выносят такфир без причины без конкретно шариатской причины на это и даже такие люди у них как у рафидитов присутствует такое понятие понимания как оттукия это про которых мы недавно говорили что ухавариджи было когда они скрывают свои убеждения перед тобой хотя они могут и смеяться и здороваться там салам дать тебе и так далее но за спиной выносят тебе такфир это тоже присутствует у таких заблудчих сект которые относятся именно к хавариджам это большая фитна и фитна это распространилось из-за невежества из-за невежества большинства этих людей если ты посмотришь их историю или же посмотришь чем они занимаются они даже не закончили обучение арабского языка это конечно же является большой фитной поэтому верующий человек должен крепко держаться за свою религию и не обольщаться красивыми речами некоторых людей если они противоречат пути ахлю сунна вальджама Абузаид смотри такой вопрос тут вот когда ты говорил кажется что как будто вообще от каферов нельзя брать никакую как бы помощь давай этот момент немножко уточним вот примеры никаких условий допустим один кафер не ставит когда какую-то помощь тает ему просто интересно его выгода в чем у него есть на данный момент другой враг кафер и он другим мусульманам без никаких условий помогает чтобы побыстрее уничтожить своего врага в этом случае тоже вообще нельзя у них брать вроде в прошлом или позапрошлом не знаю в каком-то эфире вот этот вопрос был и тут сказали что никаких проблем нет вот сейчас не помню какой муталин в тот день был в общем упомянули исключения которые то есть исключения в которых можно просить помощь кафиров это как пришло в хадисах от пророка алейхи салам хадис который также передал ибн Аббас что пророк алейхи салам взял взаймы кольчуги и копьи в сражении при хунени то есть он взял вот эти то есть то есть как оружие брать кафиров оружие в качестве взаймы или же просто так взять их однако без каких-либо их условий то есть что им надо будет потом помогать и так далее вот в таком случае можно у них брать оружие и об этом ибн Руш ибн Руш своей то есть ибн Руш это имам из Маликитов он также приводит он говорит что что брать помощь у кафиров в сражении это является запретным и он говорит нет проблем в взятии займы оружия у них то есть занимать оружие у кафиров можно и так же приводится то есть ибн Хаджар ибн Хаджар тоже по поводу этого то есть по поводу хадис от Аиши то что пророк они когда делали хиджру в Медину они в качестве как бы человека который то есть который покажет им дорогу путеводителя в качестве путеводителя взяли одного из мушников из племени Бану Абда ибн Адей и из-за этого Хаджар говорит что в качестве путеводителя тоже мусульмане могут взять помощь у кафира то есть если если они как бы обезопасены от его вероломства и так же в книге Шерху Кабира в Мазабе Абу Ханифу мы так же приводили что приводится что запрещено просить помощь мушликов то есть а если они сами то есть если этот мушлик сам вышел то ему не запретят более сильном мнении в качестве слуги то есть именно здесь как бы разъясняется в каком качестве он может помогать мусульманам он может помочь мусульманам то есть ему дозволят помощь мусульманам в качестве слуги в качестве моряка или же в качестве портного и для разрушения крепости. То есть как черную рабочую силу его можно взять для помощи. Это то, что сказали ученые о том, что именно в каком случае можно брать помощь у каферов. И другое, то, что мы упомянули, что когда можно просить помощь у каферов, то есть кафер, твой сосед, страна, которая соседствует с тобой, то есть с ними можно заключить договор, если кафери будут заходить с его, то есть другие твои враги будут заходить с их стороны, с их стороны, что они не запустят их, что они будут сражаться против них. То есть именно вот эти единственные исключения, исключения, которые приводят ученые, где можно брать или просить помощь у каферов. Еще один вопрос спрашивает. Вот бывает, говорят, вот это вневедомственная охрана называется, которая охраняет объекты, ну, с оружием в руках, и бывают вот ДПСники, гаичники. Вопрос в том, они тоже муртадами являются? Любая структура, которая входит в МВД, то есть МВД, то есть МВД это государственное, как это называется, Министерство внутренних дел, да? Министерство обороны, МВД. Вот любая структура, которая входит в эти министерства, которые являются, то есть они по-любому являются помощниками именно этой системы, системы МВД. То есть это является вероотступничеством. Именно причина ихнего вероотступничества то, что они помогают именно этому министерству. То есть они помогают этому министерству, и они также, то есть им приходится помогать им даже против мусульман. То есть это является вероотступничеством. И даже сегодня про это мы говорили с шейхом, шейхом Булла Аль-Гулейфи, он также объяснил вот это состояние положения. Аллаху 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 Аллаху. Так, братья у кого есть вопрос, может, из-за того есть, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 DimaTorzok